Я, Луканина Антонина Александровна, сторожила жительница посёлка Загородный Краснокутского района Саратовской области. 55 лет я прожила в этом посёлке. И очень прошу, помогите, во что превратили наш ФАП. Помогите, спасите наш ФАП, чтобы он работал. Я обращаюсь ко всем чиновникам, от кого решение этого вопроса зависит. Помогите, спасите наш ФАП. Хочется крикнуть на весь мир. СОС в посёлке Загородный. Меня зовут Мороз Анна Ильинична. И от всех неравнодушных жителей посёлка Загородный я обращаюсь ко всем представителям высшей власти. Прошу о помощи возродить наш фельдшерско-акушерский пункт. В трудном и тяжёлом он положении. Отопления, можно сказать, нет совсем. Стоят радиаторы. И один кабинетик только обогревается, где можно провести приём. Приём проводится в верхней одежде. Как выходить из этого положения? Наши районные власти нам, можно сказать, не помогают. Не хватает ресурсов. Крыша у нас течёт. Туалет у нас здесь не закрывается, не работает. Телефон у нас не работает. Как нам выживать? Эта же жизнь каждый день требует большого внимания. Здесь могло бы быть и газовое отопление. Но сейчас стоит электрическое, которое не греет совсем. Здесь температура 5 плюс 10 градусов. Больше здесь не бывает. Ремонт нам нужен. Проводка сгорела. Что-то нам соединили. И всё-таки один обогреватель поставили. На один маленький кабинет. А остальное помещение, процедурное, детское, где приём для детей. Это всё не работает. Выходить из положения трудно. Сейчас, во время этой пандемии, я обращаюсь от жителей посёлка. Мы хотим, чтобы у нас функционировало медицинское это учреждение. Мы желаем, чтобы поменьше наших людей обращалось в районную поликлинику. Поскольку у нас есть высоко классный наш фельдшер. Был приглашён главный врач районной больницы Гончаров. Всё посмотрел, всё увидел. И что холодно. Обогревайте один кабинет, он сказал. И проводите здесь и приём, и процедуры. Вы понимаете же, что нельзя по санитарно-гигиеническим нормам это делать. Мы просим вашей помощи. Пожалуйста, обратите на нас внимание.